В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. В микрорайоне Завидное состоялась встреча главы муниципалитета с местными жителями. Ее участники обсудили планы по строительству канализационно-насосной станции, которая должна появиться на месте очистных сооружений. Состоялась на этой неделе встреча с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, на которой я обозначил наши ключевые проблемы и вопросы. Продолжается отчетный период администрации поселений о работе за 2018 год. Очередным поселением, где подвели итоги, стала Развилковская. В первую очередь хочется отметить, что мы как никогда исполнили бюджет по доходам. В районном историко-культурном центре открылась традиционная выставка работ художников и мастеров прикладного искусства «Калейдоскоп-2019». Сколько себя помню, наверное, столько я рисую. Ежемесячное расширенное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий провел глава Ленинского района Валерий Венцель. Подробности в сюжете Екатерина Коваленко. На встрече подвели итоги не только за первый месяц 2019-го, но и в целом за прошлый год. Он был достаточно успешен для Ленинского района, который поднялся на 14 позиций в рейтинге 50 и занял 20-е место. Налоговые поступления в казну муниципалитета от хозяйствующих субъектов составили более 2 миллиардов рублей, что во многом позволяет сохранить социальную ориентированность бюджета на текущий год, а также успешно решать насущные вопросы. Более 6 транспортных проектов на общую сумму около 10 миллиардов. Стоимость выполнения комплекса мероприятий на 2019-й год составляет 180 миллионов рублей. Постоянно совершенствуется область предоставления услуг жителям. Наши МФЦ по-прежнему в десятке лучших. А для обеспечения качественной медицинской помощи в прошлом году привлечены 18 участковых терапевтов и столько же педиатров. И работа в этой сфере ведется очень кропотливая. За январь, соответственно, мы продолжаем, несмотря на то, что полномочия у нас ушли в область, оказывать меры социальной поддержки нашим работникам здраво. А именно, это частичная компенсация за найм жилья по 15 тысяч ежемесячно. В 64-м было врачам оказана компенсация транспортных расходов. Доплата молодым специалистам, а их у нас немало. 70 человек. Это ежемесячная выплата от 3 и 5 тысяч рублей. Далее с докладом выступил заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов, который проинформировал о состоянии дорожной инфраструктуры в зимний период. Работа на дорожных услугах осуществлялась в планном режиме постоянной основы. В уборке автомобильных дорог и объектов дорожного и мостового хозяйства было задействовано 35 единиц спецтехники и 32 дорожных рабочих. Из расходного 2000 тонн песко-соляной смеси вывезено свыше 20 тысяч кубометров снега. И хотя в целом коммунальщики успешно справились с последствиями недавнего обильного снегопада, Валерий Венцель обратил внимание на необходимости еще более тщательного подхода. Внутриквартальная территория. Это сейчас самый важный момент. Объезд в воскресенье и в субботу показал, что не во всех территориях должным образом подошли и управляющие компании, и наша служащая организация, дорсервис, выполнение данной поставленной задачи. Поэтому мне сегодня, Павел Александрович, пожалуйста, доклад подготовьте по каждому поселению. И меры, по словам главы муниципалитета, будут приняты в кратчайшие сроки. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. В микрорайоне «Завидное» состоялась встреча главы муниципалитета с местными жителями. Его участники обсудили планы по строительству канализационно-насосной станции, которая должна появиться на месте очистных сооружений. Подробности встречи расскажем прямо сейчас. Небольшая палатка скрывает от непогоды карты, схемы, официальные документы с множеством печатей и даже образцы канализационных труб. Здесь готовы ответить на любые, даже каверзные вопросы. Обычно ворота очистных сооружений микрорайона «Завидное» закрыты, но сегодня здесь настоящий день открытых дверей. Глава муниципалитета проводит встречу с местными жителями, чтобы рассказать о планах по строительству канализационно-насосной станции. На встрече, помимо главы Ленинского района, присутствовали его заместители, представители депутатского корпуса, руководители муниципальных служб. Первым словом взял Валерий Венцель. Состоялась на этой неделе встреча с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, на которой я обозначил наши ключевые проблемы и вопросы, которые затрагивают большую территорию. Я обратился с просьбой к губернатору о том, чтобы нам помогли сфинансирование. Вот до 28 февраля стоит срок исполнения данного поручения губернатором. Глава также озвучил примерную сумму стоимости проекта. Она составляет около 50 миллионов рублей. Руководитель Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства Александр Митрякин озвучил, что уже сделано в рамках проекта. Были проложены порядка 4900 метров канализационных коллекторов диаметром 402 от Курковинских очистных сооружений до Старой Нагорной улицы. На протяжении всей трассы было построено 8 напорных камер, одна камера гашения. На протяжении всей этой трассы потом впоследствии будут присоединены еще, как ко всему прочему, строящаяся брусника со своей КНС, напорка в напорку, Катар и, соответственно, наши канализационные станции, которые будут построены как на месте этих очистных сооружений, так и на месте Купелинских очистных сооружений. 28 января был получен важный документ ГПЗУ – городостроительный план земельного участка. Теперь можно приступить к созданию проекта – канализационно-насосной станции. Но сначала решение о проведении этой работы и ее финансировании должны принять депутаты. Вопрос решения денежных средств в Совете депутатов Горок-Ленинских будет рассматриваться на проектирование. Он будет рассматриваться не в марте, а в феврале. Я не думаю, что они будут откладывать, потому что вопрос архиважный. Мощность будущей КНС – 3000 кубометров в сутки. Этого с запасом хватит, чтобы полностью отводить канализационные стоки из микрорайона Завидное. Заместитель главы администрации озвучил весь комплекс необходимых мероприятий. Если мы интенсивно сейчас с Советом депутатом примем решение в течение первой декады февраля выделить средства, значит, мы сможем приступить к проектированию. На проектирование мы возьмем максимум три месяца. Дальше строительно-монтажная работа. И к концу первого квартала 2020 года мы завершим строительство КНС и тех коллекторов, которые позволят нам полностью закрыть вот эти очистные сооружения. Александр Митряйкин наглядно показал несколько вариантов прокладки труб от микрорайона Завидное до центрального коллектора. И, отвечая на вопрос одного из местных шителей, рассказал, как именно будет выглядеть канализационно-насосная станция. Сверху будет небольшое технологическое помещение, которое будет закрывать оборудование от внешних воздействий, атмосферных осадков и так далее. Соответственно, все процессы по откачке стоков и перекачке их будут производиться внутри. То есть, по сути, это вот именно насосная группа, которая будет перекачивать просто стоки по коллекторам в городскую коллекционную насосную станцию? Точно так. И более того, это все будет находиться внутри земли, то есть под землей. Доклады всех выступающих были столь полны, что местные жители задавали только уточняющие вопросы. Главное, что поняли граждане, дело не просто сдвинулось с мертвой точки. Проблема начала активно решаться. С прошлой нашей встречи, которая была, насколько я помню, в ноябре, есть какие-то подвижки, да, то есть все-таки утвердили красные линии, все-таки обозначили, где будут строиться КНС. Вроде как процесс движется. Пользуясь случаем, граждане также обсудили с главой и его заместителями вопросы ЖКХ, вывоза мусора и уборки территорий. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В Ленинском районе продолжается отчетный период. Главы администрации поселений рассказывают о проделанной работе в 2018 году. Очередным поселением, где подвели итоги, стала Развилковская. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Отчет руководства сельского поселения Развилковская проходил в детской школе искусств. Перед началом мероприятия для собравшихся в зале гостей выступили воспитанники ДШИ и их преподаватели. Затем началась официальная часть мероприятия, на котором были подведены итоги работы за минувший год. В 2018 год для Развилки был довольно-таки удачным. В первую очередь хочется отметить, что мы как никогда исполнили бюджет по доходам. У нас перевыполнение бюджета в этом году, поэтому мы рады, что мы смогли выполнить все взятые на себя обязательства, расплатиться по всем платежам. И у нас остался задел на начало 2019 года. Приоритетным направлением работы в 2018 году было благоустройство. На территории поселка Развилка и в деревнях поселения на некоторых участках был заменен асфальт. В рамках программы «Светлый город» установлены фонари на детских и спортивных площадках. Проведен ремонт в подъездах многоквартирных домов. Данная работа продолжится и в этом году. Уже сейчас сформирован список подъездов, стоящих на очереди. Проводилась активная работа как с молодежью, так и со старшим поколением. Оказывалась адресная социальная поддержка, а также возобновил работу местный совет ветеранов. О работе депутатов поселения рассказал председатель совета Владимир Градов. За отчетный период на заседаниях было рассмотрено порядка 72-80 вопросов и принято по ним решение. Хочу сказать, что совет работает постоянным тесным сотрудничеством с нашей администрацией, администрацией района и советом депутатов района. Выступающий следом, председатель районного совета депутатов Станислав Радченко призвал сохранить взаимодействие, которого достигли народные избранники. Более активно привлекать к диалогу, к доброму, понятному, конструктивному наших активистов, наш актив поселения, потому что только в этой одной связке, одним единым фронтом мы сможем все проблемы решить. И, собственно, у нас есть для этого все возможности. В своей речи глава Ленинского района Валерий Венцель отметил важность консолидации муниципальной и местной власти в работе с обращениями граждан. Совместными усилиями и районной администрацией, все службы настроены именно таким образом. У нас нет моего, твоего. У нас все общее. Именно с таким подходом мы идем на работу. Именно с таким подходом мы выполняем поставленную задачу. Особо отличившиеся в труде на благо развития поселения были отмечены благодарностями, грамотами и памятными подарками. После этой приятной процедуры представители администрации были готовы ответить на вопросы, поступившие от жителей в ходе отчета. Больше всего населения волновала работа служб ЖКХ, оказание неотложной медицинской помощи и вопросы благоустройства. Все поступившие обращения взяты на контроль администрации района. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В районном историко-культурном центре открылась традиционная выставка работ художников и мастеров прикладного искусства «Калейдоскоп-2019». Более 200 произведений, 33 автора, различные жанры и направления, именитые художники и совсем юные. Словом, экспозиция рассчитана на самую широкую аудиторию и не оставит равнодушным никого. Побывала на вернисаже и наша съемочная группа. Уже шестой год подряд историко-культурный центр начинает выставочный сезон экспозиции «Калейдоскоп» художников и мастеров прикладного творчества ДК «Воскресенская». Торжественное открытие выставки прошло в актовом зале ИКЦ, где было сказано много теплых слов, а музыкальные номера чередовались с награждениями участников. В протяжении многих лет она у нас демонстрируется с различными художниками. Но многие лица уже, так сказать, здесь я вижу постоянно за эту огромную огромность. Спасибо за традиции, которые стали и для историко-культурного центра, и для вашего опыта. В переводе с греческого слово «калейдоскоп» буквально означает «я вижу прекрасное». Глядя на экспозицию, разместившуюся в историко-культурном центре, с этим сложно не согласиться. Живопись, графика, скульптура, изделие с керамики и батик. При входе гостей встречает длинный портретный ряд, созданный директором ДК «Воскресенская» художником Александром Клочковым. Портретов в этом году на выставке очень много, и каждый достоин отдельного внимания. Всего на выставке представлено более 200 работ. Среди участников есть как маститые художники, так и совсем юные. Вот этот портрет нарисовала 10-летняя Полина Бабурина. Свою героиню Полина увидела на странице журнала и решила, будет рисовать ее портрет. Это первая работа девочки, выполненная масляными красками. У нее такой характер, она как будто и спокойна, и немножко такая радостная очень, и держит в себе что-то. Мама Полины, художница Татьяна Бабурина, во всем поддерживает дочку, но старается дать ей разностороннее образование, считая, что та сама должна выбрать свой жизненный путь. Сама Татьяна тоже не сразу нашла свое призвание, успев поработать и в медицине, и в сфере управления. Сколько себя помню, наверное, столько я рисую. В свое время очень захотелось, получила кучу образования, а потом решила все-таки для души, потому что у нас, наверное, все-таки нет ничего выше творчества и искусства. Заслуженный художник России профессор РГГУ Геннадий Животов предоставил на выставку серию портретов своих студенток. Многие даже не понимают этого, потому что, ну вот кто такие студенты? Им 21, 22, 19, 17. Лучше никогда они не будут, особенно девушки, так мягко скажем, понимаете. Они даже этого не понимают, что это пик их, ну что ли, красоты, вот какого-то очарования. Экспозиция открыта для посещения до 25 февраля каждый день, кроме понедельника. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВИДНОТВ. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 5 февраля, пасмурная погода будет держаться не весь день. Вечером небо станет чистым и ясным. Температура останется на отметке в плюс 2 градуса. Осадков не ожидается. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!